Здравствуйте, друзья! С вами Седа Каспарова, Михаил Сирков, Дети Асфальта. Холодно! Очень. Я занёрз, как цуцик. Кто такой? Кто такой цуцик? В нашем зоосаде, к сожалению, пока нет, но я думаю, что я туда скоро пойду. Это следующий вопрос в рубрику кулары. Кто такой цуцик? На прошлой неделе мы ходили в майках, вспомни, неделя прошла, уже осень. А сейчас ды-ды-ды-ды. Одинся будет бабье лето, хотя синоптики говорят, наоборот, похолодание и заморозки. Я хочу, знаешь, куда? В Лихтенштейн. Там теплее, во-первых. Во-вторых, это государство можно арендовать на сутки. 35 тысяч жителей там живёт, 160 квадратных километров площадь. Цена вопроса? 70 тысяч долларов в сутки, и я король Лихтенштейна. Всего-то, Миша, 70 тысяч. Но я думаю, что могилевчанам по Могилёву гулять можно бесплатно. Я чувствую себя королём своих улиц, королями-принцессами, королевами своих районов. В общем, здесь хорошо и совершенно бесплатно. Причём полностью фри. Полностью текст-фри, абсолютно. И сегодня, несмотря на погоду, вот вы сейчас сидите дома, вам тепло, нам прохладно, мы гуляем. Но программа будет интересная, думаю. Мы начинаем. Начинаем. Я могу. Белтеля радиокомпания посетила Могилёв, чтобы выбрать самых талантливых, креативных и неординарных. Спортом по осенних хандре в третьем лицее прошла традиционная спартакиада. Конкурс на лучшую приёмную семью прошёл в областном центре. Высокая мода в Могилёве — это реальность. Сюзанна Барсигян пригласила детей асфальта на свой первый фэшн-показ. Факультет естествознания Могилёвского государственного университета провёл ежегодную осеннюю ярмарку. Белтеля радиокомпания дала старт новому масштабному проекту по поиску талантов. Называется он «Я могу». На протяжении трёх месяцев во всех областных центрах Беларуси и во всех крупных городах будут проходить кастинги. Первый прошёл в Могилёве. Давайте посмотрим. Первого участника шоу долго ждать не пришлось. Галина решила удивить жюри частушками собственного сочинения. Хотя и призналась, что пришла скорее на разведку. Видела рекламу по телевизору и хотела привезти сюда своего сына. Но, к сожалению, он сегодня работает, занят. Ну и тут не удержалась от такого искушения поучаствовать сама. В том, что богата земля Могилёвска на талант, из жюри убедилась уже в первые часы кастинга. Пришли люди разных возрастов и профессий. К примеру, преподаватель истории покорил всех своим вокалом. По словам организаторов, главная цель проекта – помочь талантливым людям раскрыть себя. Чем оригинальнее жанр, тем больше шанс запомнится зрителю. Безусловно, это шанс стать знаменитым не только в кругу родных и друзей, но и прогреметь на всю страну. Мы понемножку там где-то поем, мы танцуем, мы это все собираем. Мы подумали, ну чего уж так, давайте сразу все таланты посмотрим, причем сами поедем и сами увидим. Идея на поверхности. Просто почему-то в Беларуси, скажем, никто этого не делал. Хотя все, мне кажется, очевидно. Я верю, что Беларусь – очень талантливая страна. Могилев стал первым городом Беларуси, где творческая команда медиахолдинга занялась поиском самых одаренных и ярких. В этом месяце кастинги пройдут также в Бобруське и Гродно. На очереди другие областные центры и крупные города страны. Все анонсы кастингов и подробные отчеты в новостях и на сайте Белтеля радиокомпании. Отбор продлится до ноября, после чего жюри определит 120 лучших участников, которые и продемонстрируют свои таланты в телевизионном эфире. Имя победителя станет известно после зрительского голосования и вердикта жюри. Награда триумфатору – денежный приз от Белтеля радиокомпании. 100 миллионов рублей и слава на всю страну! Раз, два, три... Все, да, мы договорились. 64, 65, 66... Видите, какой спортивный человек. Игреемся и занимаемся... Это три, 101, Далматинец. Ты хоть раз была на Спартакеаде, солнце мое? К счастью, нет. А в третьем Могилевском лицее Спартакеады проводятся и осенью, и весной. Занятие прекрасное. Давай посмотрим, как они проходят, особенно ближайшее, как прошло, осеннее. И куда они проходят, и чем это все заканчивается? Кто сказал, что отличники не дружат со спортом? Учащиеся третьего лицея, а там учатся только очень умные ребята, этот стереотип развенчивают. И никаких апелляций. Попробуйте потянуть на турнике 15-20 раз. Сложно? А большинство этих ребят скажет – нет проблем. Спартакеада состоит из нескольких этапов. Один из них на стадионе «Торпедо». Девочки жмут пресс, мальчики подтягиваются. И никакой, как говорится, обеззаловки. По крайней мере, глаза лицеистов говорят сами за себя. Ну, конечно, мы стремимся победить, но все равно главная часть. Потому что сильные соперники у нас, мы стараемся. Мы здраво оцениваем свои возможности, потому что у нас почти женский класс. И нам очень тяжело сражаться против измата, в котором одни мужчины. Все хорошо проводят время, сближаются, играем в всякие игры, веселимся. Все очень супер. Спартакеада помогает, я не знаю, сплотить как-то класс, коллектив. Весело и интересно. В учебе помогает? В учебе, ну как? Наверное, да, если там с отличником сближаться. Самый сложный этап спартакеады – контрольно-туристический маршрут. Спортивное ориентирование на 4 километра в лесу. Наш оператор выйти на маршрут не риснул. Ну, маршрут довольно трудный, потому что много склонов. И надо всем помогать спускаться. Самое трудное будет, наверное, показать на местности, где находимся, на карте. Ну, и остальное все, наверное, все любят и все хорошо пройдут, весело. Через грязь будем прыгать на маятниках. Заблудиться можно? Ну, бывало такое, что некоторые классы не туда сворачивали и потом долго искали, куда пройти. На этот раз к финишу пришли все, причем вовремя. Но в завершении канат, дарс и игры с мячом – вот такие испытания своим ученикам готовит педколлектив третьего лицея. Но все во благо. Спорт и физкультура очень помогают основной учебе. Дети на физкультуру тоже ходят к нам с большим желанием. У нас, скажем так, программа такая довольно серьезная по физической культуре. Очень много детей сами занимаются на уроках. Очень много уделяя внимание легкой атлетике, силове, виду спорта. Очень много кружков, которые могут посетить наши учащиеся после того, как закончился учебный день в самом лицее. А еще здоровый образ жизни содействует посещаемости. Ведь кто не болеет, тот лучше учится. Конкурс на лучшую приемную семью собрал 10 разных семей со всей области в Могилеве. О том, каково это быть лучшими в таком непростом деле, узнаем из следующего сюжета. Семья Хохловых участников конкурса из Бобруйска воспитывают шестерых детей. Все мальчики и все спортсмены. Старший сын Ларисы Геннадьевны двукратный чемпион Беларуси по дюдо. Не остают от него и пять младших. Они также занимаются спортом. Несмотря на свой небольшой возраст, уже имеют ряд республиканских наград. Хохловы, говорят, главное – взаимная помощь. Все мы дружно очень поддерживаем друг друга. Стремимся каждому помогать. А вот секрет благополучия семьи Кунтиковых в поиске нового. Находить что-то новое, учиться друг у друга. Время не стоит, что-то меняется. И то, что было когда-то, совсем по-иному воспринимается сейчас. Два этапа конкурса, на которых участники презентовали изделия ручного труда, предлагали всем домашнюю выпечку, а после пели и танцевали. Проигравших тут не было. У каждого свои таланты и свои умения. Номинаций хватило на всех. Различные номинации. Самая умелая, самая спортивная семья, самая художественная семья. Взаимопомощь и дружеские отношения и уважение друг к другу. Те три кита, на которых держится каждая семья. Здесь каждый из участников доказал, что звание лучшей семьи принадлежит им по праву. Приемный родитель, замещающий родитель, он должен знать многое и уметь многое. И, что самое главное, он должен постоянно совершенствоваться. Ведь рядом с детьми должны быть современные и креативные родители. На этой неделе открылась неделя высокой моды в Милане. Говорят, девушкам в следующем году будет модно носить юбки в пол до середины игры. И еще купальники, кстати, мужчины тоже могут одевать поверх одежды. Плавки, допустим, на штаны или купальник тоже наверх на кофту. А что бы ты осенью одел, Миша? Уже как-то не до купальника. Я бы осенью одел зеленые колготы. Это замечательная вещь. Одел и тепло. Поверх джинсов. Правда, снимать долго. Таким образом, нехитрым мы подводимся к нашей следующей рубрике. Это песк моды, в котором мы расскажем о могилевчанке Сюзанне. Сюзанна Сюзанна. Сюзанна? Сюзанна Мономур, да. Она художница, она модельер. И в начале октября презентует свой первый фэшн-показ. Это будет нечто очень интересное. Расскажем позже. А пока Сюзанна пригласила нас и всех своих друзей на вторую персональную выставку. Давайте посмотрим. Может быть, у нее зеленые колготы есть? Сюзи, послушай. Небольшая аудитория в университете продовольствия без шума и пыли для самых близких. Презентация новых работ – это повод встретиться и напомнить о том, что место творчеству найдется в жизни каждого. Главное – желание. Можно сказать, что это мой внутренний мир. То есть нужно смотреть на мир с разных сторон. Многогранность видеть в жизни, а не смотреть, что вот учеба, дом, работа. То есть нужно находить место для всего. Люди привыкли говорить, что вот, времени нет, времени нет. Ну, если человек что-то хочет, он всегда время найдет. Если не хочет, он найдет причину. Поэтому давайте искать разные стороны нашей жизни. Я не преувеличиваю свою работу, а говорю, как есть. Потому что люди приходят и думают, о, что-то я тоже могу нарисовать. Но на самом деле на оформление, на все это очень много времени уходит. Человек, когда что-то творит, он как будто возрождает что-то новое. Это то же самое, как рождение ребенка. То есть художник, рисуя картину, он влаживает душу в это, правильно? То же самое дизайнеры, модельеры, не знаю, там, кто вышивкой занимается, всем этим. Я очень положительно к этому отношусь, люблю посещать разные выставки. Вот, поэтому мне все это нравится. Это искусство, и это мое. Эта выставка – разгон перед большим стартом, к которому Сюзанна готовится последние несколько месяцев. Настоящее фэшн-шоу, как бы громко это ни звучало. Костюмы, макияж, прическа – все, что вы увидите на показе, сделано руками Сюзанны и ее семейного подряда. В октябре будет очень большое шоу, грандиозное, я бы так назвала. Будет коллекция моя персональная. Вот первая, конечно, много красивых девушек, парней в том числе, в форме накачанная. Одежда очень красивая, подиум, все как надо, все на высшем уровне. Раскрывать всех секретов не будем. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. Вот скажи, зачем меня позорить на всю страну? Ну не знаю, как называется этот цветок. А вот этот? Тем более. А вон тот оранжевый. Миша, у тебя же высшее образование. Высшее образование, причем я закончил какой факультет? Какой? Естествознание. Но я не знаю, что за цветок. Потому что я все-таки не биолог, а географ. Ты географ. Самое главное, что наш факультет был самый лучший. Он до сих пор у меня в сердце самый любимый. И на днях там произошло чудо. На самом деле на этом факультете учатся самые добрые ребята, которые собрали такие вот цветочки, насушили шалфеев, выращивали помидоры, пекли пончики. И все это продавали на осенне благотворительной ярмарке. За очень символическую сумму. Очень-очень. И вся сумма, собранная от продаж, была направлена в Минск на строительство Белорусского детского хосписа. Наша ярмарка уже традиционная. Четыре года мы уже студентами готовимся. Все ждут. В этом году наши деньги подадут в Минский хоспис. Все, что наши студенты делают, все собрано своими руками. В этот раз студенты и преподаватели факультета природоведения МГУ выставили на продажу разнообразные угощения, домашнюю выпечку, а еще выращенные своими руками овощи и фрукты. Все это по настоящим студенческим ценам. Что купили сегодня на ярмарке? На ярмарке купила сегодня виноград домашний, выращивает наш преподаватель. Очень вкусный. Множество булочек, яблок. Цены очень приемлемы, все дешево, все на благо. Траники самодельные очень вкусные, мне понравились пирожок с капустой. Был хлеб, были и зрелища. Студенческая акция продолжилась песнями, танцами и веселыми играми. В основном все силы, потраченные на концерт, шли от студентов нашего факультета. Мы не танцующие, не поющие, но жаждущие это делать. И с любовью это демонстрируем. На благое дело в этот день работал даже юмор. Среди наиболее активных участников акции были разыграны билеты на выступления Могилевской межгалактической и Могилевской молодежной лиги. Безучастным к боготворительности не остался никто. Так что путь к реализации нового проекта белорусского детского хосписа стал на один шаг короче. Все знают, что мир держится на трех китах. Но немногие знают, что Могилев держится на... На детях асфальта. Живой пример, посмотрите. Миша, молодец. Я тебе помогу, за что? Дальше помоги ты нам, пожалуйста. Я загадываю желание. Да. Хочу встретиться через неделю в такой же компании при хорошей погоде. Трупалец. Я хочу, чтобы вы поддерживали с нами связь, чтобы вы нам писали и звонили. Наши телефоны 22-9070 и 22-15-83. Сайт stvarmogilev.by, там есть гостевая, пишите это, да? Потер сюда. Потер здесь. Да. И прощаемся, наверное. Прощаемся. Споем. Споем. Чтоб было теплее. Прощай, без всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай. Прощай, прощай. Прощай, прощай. Прощай, прощай.